Во время записи этого ролика я сломал свою голову несколько раз. На создание всего того, что мы построили в сегодняшней серии, ушло около 4 часов. Так что ребята, готовьтесь, сегодня вас ожидают очень интересная серия. Друзья, всем огромный привет, с вами как всегда Али Кофи и добро пожаловать на новое видео. Сегодня нас ожидает строительство сразу двух дополнительных станций. Одна из которых будет добывать различные ресурсы для постройки более сложных деталей, а вторая предназначена для угольных генераторов. Да, у меня наконец-таки получилось разобраться со всей этой угольной системой и с производством энергии, но какой ценой, на это ушло реально около 4 часов. Но поверьте, прогресс вас и вправду удивит. Так что друзья, перед началом этого ролика, вам я желаю приятного просмотра и приятного аппетита. Не забудьте заранее прожать кнопку лайка, подписаться на канал, подписаться на телегу и на второй лайв канал. Помимо всего, серия реально получилась очень смешной и очень интересной, вам точно понравится. Именно поэтому досматривайте до конца. Ну что ж, я думаю, мы готовы начать, так что погнали. Да уж, друзья, честное слово, я даже не знаю, с чего начать. Мы зашли настолько далеко, что, казалось бы, мы построили уже столько заводов, что работа должна быть максимально проста. Но как я и говорю в каждой серии, что чем дальше мы заходим, тем сложнее становится. И сегодня нас с вами ожидает самая тяжёлая смена на заводе, потому что построить предстоит очень много всего. Ну что, давай я быстренько, ребят, вам покажу просто, что у нас успелось вообще, ну, поменяться, скажем так, да. Значит, смотри, погнали за мной, Андрёха. Я тебе быстренько проведу инструктаж по небольшим таким изменениям, да. Значит, смотрите, по вашим советам, значит, смотри, вот тут у нас генераторы, которые ранее заряжали всю нашу станцию и, собственно, подавали электричество. Биотопливо по умолчить. Теперь, смотри, теперь, 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 значит, у нас биотопливо поступает из контейнеров, то есть мы всё биотопливо, которое скрафтили, мы просто закинули в контейнеры с помощью соединителей и из разводителей. Это всё автоматически подаётся в наши генераторы. То есть это, ну, не то чтобы бесконечный запас, да, но хватит надолго. Опять же, по вашим советам в комментариях. Так же, погнали за мной, сейчас покажу самое интересное. Ну что ж, теперь я вам покажу, ну, не прям, что бывало, но всё равно гордость нашей коллекции, значит, это наш пока что автопарк. Да, нет, это не гордость, это не гордость. А чё это, а? Я, кстати, знаешь, в чём прикол? Я посмотрел ролики с этим киберпанком у других, кто играл в эту игру, и у них он почему-то работает нормально. У нас колёса почему-то не поворачиваются в адекватную сторону. Это реально просто какой-то бред. Также знаешь, что написали в комментариях? Иди сюда. Видишь, у нас здесь на лобоше, видишь, у нас тут трещины такие небольшие. Это отмечает, отмечает. Да, это с презентацией пасхалка такая, понял? И, смотри, погнали за мной, покажу тебе небольшой прикол. Значит, ребят, я реально офигел от того, как это круто работает. Значит, смотри, я загрузил маршрут автопилота. И теперь, смотри, как... Это реально офигеешь с этого вообще по полной программе. Значит, смотрите, ребят, мы паркуем наш трактор здесь. И получается, что мы сразу загружаем путь. Получается, у нас путь и так загружен, да? А что, ты научился? Вообще, вроде как да. Вообще, вроде как да. Смотри, мы включаем автопилот. Смотри, 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 видишь, он сам едет. Это не я за рулём. Я не успею, правда, до вас набежать. Но вот ты доедешь сейчас до той базы, которая у нас там. И что самое крутое, смотри, там он немного повиляет, скорее всего, и сторону, и сторону. Там не переживай. Он не должен упасть в ту пропасть, которая там есть. Потому что я там немного расширил мост. Но, по идее, теперь он так работает. И что самое крутое, он приезжает на ту зону погрузки. Выгружает оттуда уголь, который добывается у нас там. И возвращает нам обратно на базу. То есть это... Нормально. Я реально в шоке с таких технологий. Как бы, ну, я понимаю, что мы живём в будущем так или иначе. Но такой в играх не всегда найдёшь. О, я вас, кстати, догнал, смотри. Тут, может, не париться, он не должен упасть вниз. Да, я иди. Не-не-не, подожди, он должен выехать. Он должен... Он должен это сделать, погоди. Дай ему... О, смотри, он вернулся просто, смотри. Подожди. Он застрял. Нет, куда? Э, 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 что за фигня? Это... Он едет. Что происходит? Он... Он... Подожди, стоп, ты тоже летаешь в воздухе на нём? Нет, он меня выкинул. Ау-у-у. Ау-у-у. Ну, дебил, я сейчас сдох. Ну, слушай, ну, раз на раз не приходится, как я понимаю, да? Но он почти справился. Дивольно было. Он почти справился. Он забагался, я не знаю почему. Я отвечаю. Я его проверил один раз. И один раз он реально по этому маршруту, по заложенному, он добрался до этой точки. Блин, ребят, ну это те... У нас теперь нет ни трактора, ни транспорта нормального, адекватного. Только кибертрак вот этот вонючий, который вообще не едет никуда. Блин, а как так? Я реально говорю, я протестировал вот этот маршрут. Он реально по нему проехал. Он приехал... Подожди. О, он здесь оказался, прикинь! А, он переспав... А я тоже оказался уже мёртвый, блядь. Он переспавнился, оказывается, смотри. Ну всё, ребят, тогда вообще отлично. Тогда вообще не паримся. Да, он везёт уголь. Я успел это показать. Он везёт уголь на нашу базу. И таким образом он будет кататься туда-сюда и перевозить нам кучу угля. Но это ещё, ребята, конечно, не всё. Сейчас вам покажем наши дальнейшие изменения, которые произошли, ну, получается, вот буквально недавно. Ну то есть вот, ребят, смотрите, я добрался до базы. Он сам поехал, сам разворачивался. Вот, блин, какой умный, а! И смотрите, на грузовой стан... А где уголь есть? Погоди. Так... А, он заполнен углём у нас и так. Надо было его просто разгрузить. Ну ладно, с этим разберёмся. Пусть пока катается туда-сюда. Да, короче, что мы сегодня делаем? Чего у нас сегодня вообще по плану? Значит, смотрите, во-первых, нам с вами надо приступать к изучению дальнейшего производства. Значит, смотрите, что мы с вами должны сегодня изучить. Мы должны сегодня изучить целиком и полностью весь четвёртый уровень. То есть все вот эти чертежи, логистику третьего уровня, продвинутые производства стали, расширенная энергетическая инфраструктура, гипертрубы. Всё это мы сегодня по-хорошему должны изучить. Это раз. Во-вторых, значит, смотрите, что мы сегодня делаем. Я в нашем ММА, анализаторе, да, изучил пару приколдезов. И смотри, что у нас... А ты тележку когда восстановишь? Смотри, телеги у нас пока что временно не будет. Нам она просто не нужна. Что мне, я, я... Смотри, что я изучил. Значит, смотри, подожди, где-то это было. Погоди, я что-то затупил. Так, короче, Ланы, проще показать на верстаке. Значит, смотри, что у нас теперь есть. У нас есть тобой арматурный пистолет. Как тебе такое, а? Всё, пушку-колотушку хотела, вот, пожалуйста, и получи. Стрелять будем. Ксенодубинка, ну, ксенодубинку мы изучили ещё в прошлой серии. У нас появился экзоскелет. Экзоскелет, понимаешь, да? Также у нас есть железные болты. Как я понимаю, это патрон для пистолета. И получается всё, да? Получается всё. И вот, а, есть ещё цепная... А, нет, на пилам мы уже, да. Это, конечно, уже давно покажут. Также, друзья, сегодня мы должны закончить производство нашего угольного, соответственно, всего вот этого производства, да? Чтобы у нас была нормальная энергия. Вы написали в комментариях, что нам нет смысла строить её вот здесь, вот в этом маленьком водоёме. Что есть неподалёку водоём огромного размера. Я уже знаю, где он находится. Я уже более скажу, я немного там что-то успел подготовить. Значит, я тебе сегодня туда, Андрей, отправлю, покажу, всё это расскажу. Потому что там реально очень красиво. Также, смотрите, для второй фазы нашего лифта у нас уже есть 670 обшивки. Это очень много. Мне реально пришлось просто стоять на унести очень долго, чтобы добывать всё это. Ну, пока вот этот конвертная лента всё туда погружала. Ну, так, значит, помимо этого нам надо ещё сделать вот тысячи вот этих антеннок из то непонятно чего. Короче, как вы поняли, сейчас мы будем всё постепенно готовить. Сегодня реально у нас дело не в проворот. Ну что ж, для того, чтобы нам изучить чертежи в Фиксит, нам надо сделать с вами следующее. Значит, нам надо... У нас открылся с недавнего времени новый ресурс, да? Это стальной слиток, который делается из железной руды и делается с помощью угля. Значит, благодаря тому, что у нас есть и то, и то, мы уже создаём определённое количество слитков. Реально? И последствия, которые превращаются в стальную балку. Вот нам надо 200 единиц стальных балок. Это очень много. Но это сейчас... Подождите, это мы сейчас тоже сделаем. Конечно, я понимаю, что, наверное, быстрее было бы сейчас это всё сделать через новые, возможно, месторождения руды, там, железа и так далее. И причём неподалёку от нас есть такие месторождения. Мы тоже сегодня займёмся этим вопросом. Ну, а пока мы сделаем всё так, ну, чтобы просто быстрее всё это так, короче, организовать. Короче, пока что, ребят, не особо вникать в все эти процессы. Просто мы постараемся облегчить для вас всё это, понимаете? И не те, чтобы, ну, для вас всё было максимально просто. У нас всё будет сложно, у вас всё будет сложно. А, точнее, набор. Ну, короче, вы поняли. Короче, стальная балка. Всё, создаём. Значит, на одну стальную балку у нас уходит 4 стальных слитка. Начинаем создавать. Нам нужно 200 таких единиц. Это будет много. Да, это будет много. Также нам нужен кабель, но у нас он есть. И нужен цемент, у нас этого тоже, как бы, дофига. Вот, поэтому у нас всё в целом есть, за исключением вот этого. Поэтому мы сейчас быстренько добудем и, собственно, уже запустим нашу первую ракет. Чё, 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 чё? А ты где ходишь вообще? Я, в смысле, я на базе стою. Ах, ты тупой, чё? Емо! Олег, я застрелил тебя из пистолета, прикинь. Это так болт стреляет жёстко. Ты тупень, не стреляй больше, слышишь? Ну, не надо, всё, тихо, тихо, тихо. Слушай, беги, блядь. Угомонись, да ты тупой. Мне интересно будет его, знаешь, на ком опробовать? На кабанчиков. Поверь, их сегодня будет много, я думаю, поэтому нормально. Точно. Так, а давай сразу смотри, у меня есть вот... Да, ну всё, угомонись. Да, я делал, займусь, сижу, ты есссс. А иди создай, знаешь, чё ещё? Создай ещё один пистолет тогда для меня тоже. И знаешь, чё я ещё сделаю? Создай ещё два... Я что, враг сам себе? Да я по тебе стрелять не буду. Создай ещё два экзоскелета. Два экзоскелета можешь создать? Потому что, мне кажется, это очень полезно. Ну, один тебе, один мне, понятное дело. Короче, я, ребят, сейчас всё подготовлю здесь быстренько, да? И уже, собственно, запустим эту капсулу. Значит, изучим чертежи и будем приступать к созданию. Также сегодня нам предстоит сегодня отправиться в далёкий-далёкий путь. И... А, ну мне нужны снова эти детали. Короче, надо будет ещё один трактор сделать. Один трактор у нас будет кататься туда-сюда, а другой трактор у нас будет для передвижения. Не, ребят, вот чё я точно могу сказать. Это реально очень долгий процесс. Очень сложно всё делается на данном этапе. Но так и иначе 200 стальных балок мы с вами успели... Ну, уж хватит это делать, реально, а? Вот я реально, я зря это изучил. Я вот как знал, что я зря это сделал. Чё? Машина вернулась, Мария. Да. О, надо, подожди, стой, быстрее. Надо к ней, надо её разгрузить, успеть. Потому что она всё время уезжает и не успевает этого сделать. Погоди, бежим, бежим, бежим. Ну, не убивай, только, пожалуйста, стой. Разговори, разговори, разговори. Транспорт, ааа, где-то, ну, ты-то понял, она сейчас, стой. Диод, ну, боже. Давай, Олег, я задержу, всё, я задержал, вот. Ой, стой, да хватит это делать, ты дай мне... Всё, разгружаем. Разгружаем, весь уголь вот сюда просто засовываем. А чё, не перебил? Вот, весь уголь перекинул. Видно, как я виртузно поймал её, да? Молодец, молодец, молодец. Так, и весь уголь, всё, весь уголь, всё, можешь её отпускать, пусть она дальше едет. Всё, по своим делам. Всё, вот теперь она будет уголь нам привозить, вот, наконец-таки. Всё, значит, смотри, чё мы... Ну, вообще, по идее, она должна автоматом всё это разгружать, погружать. Я не понимаю, почему это не происходит. Ну, что ж, у нас с вами есть всё, по идее, да? Значит, смотри, чё у нас? Надо был цемент, пожалуйста, цементами. Да подожди, ты стой, дай, капсулу запрещен. Я реально зря отберу тебя, это оружие, я реально отберу тебя, это оружие, отвечаю. Так, запускаем капсулу, всё, первая капсула на сегодняшний день запущена. Отлично! Следующее, что нам надо сделать, это логика третьего уровня. Чё делаешь? Чё? Так, я бы не знаю, я тебе угощу. Я тебе тоже припас. Давай, 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 давай. У тебя смешно, да, тебе просто весело, я-то, да? Во-первых, на тебе вот это. Но, о, это чё такое? Экзоскелет? Это экзоскелет, я крафтил. А куда его погоди тело, да? На ноги. А на ноги так. Получилось прыгай выше, прыгай выше. О, нифига, он реально выше прыгает, смотри. А погоди, она экзоскелет, он что, экзоскелет для голени позволяет первопроходцам бегать быстрее и выше прыгать. Так же включает удар при падении, суши кайфа. Смотри, ещё один прикол, смотри, вот подпрыгни сейчас. Он какой-то предсказуемый образ, да? Ты мне скрафтил пистолет или нет, да? Да, но я думаю, что тебе не стоит его давать. Какая-то ой. Грой, чё, ну я пойду делаю. Да, 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 вот, на, на. Ну нифига, он прыгает жёстко, смотри. Это пистолет. На, держите вот это. Я в кибердрак сел, погоди. Так, погоди. Почему у меня... Как ты меня бесишь просто? Это лех пистолет, смотри, это пистолет. И для него эти, бери. Он мне не берётся, у меня тот кибердрак багуется. Дожди. А, да. Давай, уберу. Отгони его просто, отгони его просто. О, всё, забрал. Смотри, смотри, кто едет. О! Он охуел? Это чё, так сильно, я не понял? Или чё это такое, а? Ну секундочку, оплата будет приниматься какая-то или нет? Смотрите, сейчас уедет, смотри. Чё за вред? Чё за вред? Не, нормально вообще, я не понял. Чё, автобус какой-то, или чё? У нас тут трамвай, маршрутка, или я не понимаю, вообще нормально? Брендатный проезд. Бред какой-то просто. Не, в прошлой серии он танцевал брейк-данс, сегодня он есть. Ну, слышу, прикольный чел на самом деле, да? Такой чисто задвиж. А погоди, мне интересно. Да, есть пистолет у меня. Попробуй руки взять. А, погоди, как это сделать? А ну-ка. О, да. Перезаряжаем, бултик поставили. Не на мне, дебил. А на ком ещё тут, а? Иди на трут, не попробуй. Иди сюда. Да, иди сюда. Блин, он быстро бегает. Он очень быстро бегает, слышишь? Стрельный, иди в шныря. Нет, в шныря не буду. Чё, приятно? Приятно, да? Очень приятно, наверное, да? Ой, приятно, да? Я если не прекратишь, не буду до конца серии это делать. И не надо было меня умолять за кадром. Так, смотри, дальше что нам? Нам надо логистику третьего уровня. Нам надо сделать также этих 200... 200 стальных труб. А, ну они также делаются из стальных слитков. Короче, нам нужно... А, ну нам как раз уголь сейчас привезли. Как раз то, что надо. Сейчас сделаем эти стальные слитки. Сделаем из них стальные трубы. Сделаем стальные балки. И уже после этого будем... А через сколько у нас? Через 2 минут приедет. Ну мы не успеем, конечно, всё это подготовить. Чё, 400 усиленных... Блин, жёстко, конечно, да? Ну чё поделать? Да, неговато. Так, ладно, смотри. Чё мы делаем дальше? Значит, что мне надо? Значит, у нас есть 4 буровые установки в другом месте. Я разместил. Мне нужна логистика. Так, для этого что нам надо? Вот, нужны... Короче, мы, ребят, всё подготовим. Я вам покажу ещё одно новое место, которое у нас будет использоваться для нового места производства. Ну что ж, дамы и господа, добро пожаловать в наше небольшое путешествие. Теперь у нас... Теперь у нас 2 трактора. Но вот этот засранец до сих пор пользуется нашими услугами, понимаете, да? Вот, блин. Это же ничего не получаем за это, понимаешь? Так, смотри. Я тебя сейчас... Так, да, понятно. Я залезу, я залезу. Давай, давай. Ну так, конечно, у нас... Ух, кстати, смотри, как круто экзоскелет смотрится, видишь? Он прям на ногах у тебя прям отображается. И там, кстати, таких экзоскелетов есть несколько. И каждый из этих экзоскелетов даёт свой определённый эффект. Так, ты помнишь, да, то, что здесь у нас было угольное производство, и его тут больше нет. Я его снес под ноль, всё убрал отсюда, потому что нам оно больше здесь не понадобится. Мы сегодня будем всё это производить в совершенно ином месте. Надеюсь, у нас получится это построить. Я посмотрел несколько гайдов, ничего не понял, сразу предупреждаю, но надеюсь, всё равно выйдет. Вот, и, значит, смотрите. Добро пожаловать на наше второе место производства. Я его уже немного тут подготовил. Ну, не прям совсем, чтобы, да? Но что-то, соответственно, есть. Значит, здесь у нас четыре месторождения железа. Значит, мы его будем сейчас добывать. Я уже поставил здесь сжигатели биомассы, поставил, соответственно, здесь провода. И поставил, собственно, все буровые установки. Нам надо сегодня, значит, сделать, знаешь, чё? У нас с тобой появилась литейная. Литейная позволяет нам автоматизировать процесс, подавая руду с помощью конвейерных лент, присоединённых к ходам. И, короче, тут можно создавать уже совершенно другие предметы. Поэтому мы с тобой должны сейчас всё это грамотно соединить. То есть мы проводим для начала вот так вот конвейерную ленту, наверное, да? Сразу, ох, блин. Я как знал, что я что-то забыл. Сейчас, погоди, надо быстренько сбегать. Также нам надо сейчас соединить все... А, подожди, они соединены уже, да? Но не работает, видишь? У нас почему-то только один генератор работает. Погоди, у нас тут есть... Да, у нас тут я закидывал. Значит, давай я закину сюда топливо и закину сюда топливо. Всё. Теперь у нас должно работать прям всё. Каждая конвейерная лента у нас, да, поступает теперь железо. Дальше что мы с вами делаем? Так или иначе, мне кажется, нам это будет нужно переплавлять. Давайте мы поставим сначала литейную и посмотрим, что это вообще такое. Ну да, нам всё равно нужно, чтобы поступало сюда два предмета, получается, да? Давайте посмотрим, что у нас здесь. А, так смотри, блин! А вот это плохо. На самом деле, ну ладно, мы можем в целом просто поставить здесь уголь, да, и, получается, выбрать рецепт. А ты вообще местную фауну изучал? Чё такое? Чё случилось? Кабаны здесь живут, ага. Да ничего страшного, мы их прогоним отсюда, как вы понимаешь. Ничего страшного, помещу. Я уже начал отстрел, я уже отстрел. Так, хорошо, то есть благодаря литейной мы можем делать стальной слиток, да, вот этот. Блин, я думал, что мы с помощью него можем создавать как раз-таки вот эти. Всё, я, ну, я не скажу, что я гений, но нормально. Значит, смотрите, мы построим литейную вот здесь вот, вот так вот, да. Мы построим литейную, наверное, вот так вот. Так, подожди, она правильно стоит? Да, она правильно стоит. Ты можешь, подожди, ты сейчас, ты где сейчас вообще скажи, пожалуйста, ухень? Я на этих охоте. А, ну, короче, мне надо, чтобы ты смотался, ты можешь смотаться сейчас до дома и принести, принести прям очень много угля. Можешь, пожалуйста, быстренько это намочить? Мальчик, иди сюда, ты не охуел. Ну, пожалуйста, ну, просто реально очень надо, ну, реально. И вообще, в идеале, и в идеале, пока я всем этим занимаюсь, чтобы ты построил всё для логистики третьего уровня. Вот это было бы сейчас очень кстати, реально. Вернись, короче, покажешь домой, привези уголь, и после этого, когда уголь принесёшь, в трактор просто закинь его, в трактор просто закинь, и после этого вернёшься домой и будешь создавать все необходимые детали для дальнейшего производства. Так, то есть, смотрите, мы как делаем? Мы делаем, нам нужно, чтобы сюда поступала у нас как и, эээ, как и железная руда, да, как и, соответственно, уголь. Ну, просто у нас рядом нету, к сожалению, каких-то, да, месторождений угля. Поэтому мы сделаем с вами вот так. Организация, мы сделаем с вами вот так вот. Ну, это единственный выход из этой ситуации, которую я вижу на данный момент. Так, и теперь мы проведём, соответственно, одну ленту сюда, и одну ленту мы проведём сюда. Всё, и теперь... А сколько угля надо? Весь неси, прям всё, что есть. Всё, вот прям весь, что есть, мы сюда просто весь уголь положим, и уголь из этого конвейера будет поступать сюда. И получается, из этого мы будем получать стальные слитки. И давай, смотри, как мы сделаем стальные слитки. Нам здесь нужен, получается, разветвитель, да? Нет, стоп, погоди. Нет, да, нет, стой, блин, сложно, ё-моё, я не понимаю. Так, уголь привёз, да? Да. А, ты... Подожди, а где уголь? А куда его надо было засунуть? Я думал, ты в тачку его закинешь, а ты куда его закинул? Сейчас ты выдвинь, да? Нет, на базе он. А где уголь? А надо было привезти сюда прямо уголь? Бля, я чё не сказал-то нам? Сейчас привезу сюда. Ты вообще тупой, или чё я тебе 10 раз сказал, привези уголь, тупица ты вообще? Так, и смотрите, в конструкторе мы выбираем, получается, чё? Мы вот, во, во, мы можем сделать стальную балку и можем сделать стальную трубу. Всё, это кайф, отлично. Всё, у нас пока что будет вот такое производство. Конечно, мне кажется, это надо было... Давай, давай, делай, делай, делай. Всё, стальная балка, у нас будет производиться здесь стальная балка. Всё, это прям вообще отлично, это прям хорошо. И, по сути, здесь можно то же самое сделать, да? То есть, мы можем сделать ещё одну такую, литейную. У нас всё равно будет очень много угля, потому что у нас там... Браво, лепёха. Потому что у нас там богатое месторождение. Блядь! Ну ты нормально ловить машину можешь или нет, а? Боже мой. Надо, надо, вставай. Так, стой, погоди, пока никуда не уезжай. Подожди, пока никуда не уезжай. Никуда не уезжай. Всё, это заполнено. Всё, у нас там реально очень много угля. И получается всё. Теперь возвращайся обратно на базу. И пока крафтим вот как раз-таки стальные балки, стальные листья и всё остальное. И не сигнали тут, не надо ничего этого. Так, всё, смотрите, уголь здесь подаётся. Сколько у нас получается производить сейчас будет? Это стальной слиток мы выбираем. Нету питания. У нас получается 45 железной руды в минуту и 45 угля в минуту. Ну нормально, ладно. С пивком потянет, всё равно будет привозиться так или иначе. Что делать? Так, и здесь мы давайте это вот так дело соединим. И вот это надо тоже дело соединить, получается, да? На логистику третьего уровня собирать предметы? Да, просто этим занимайся и всё. Так, давай, ну мне кажется, этого будет хватать. Так, давай я уберу, наверное, вот это. Подожди, это засовывать в этот, да? Да, 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 да. Просто бери нужные ресурсы, делаю это всё на верстаке и всё. Так, делаем вот так. И ставите в эту ракету, да? Да, 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 да. Всё правильно, молодец. Так, и теперь получается отсюда мы... Нам надо ещё сделать один контейнер. Контейнер, 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 контейнер. Я уже реально, ребят, начинаю теряться. Всё, и мы, получается, делаем с вами вот так. Слушай, правильно же постраиваюсь, да? Всё, делаем вот так, делаем вот так. Всё, кайф. Всё, и теперь сюда нам будут поступать... Ну, пожалуйста, ну красота вообще, а? Автоматизация процесса. Всегда нужно стремиться именно к этому. Всё, и у нас, слушай, прям очень хорошо, на самом деле, сейчас это производится. Прям кайф. Единственное, конечно, угля, мне кажется, будет очень... Уголь будет очень быстро заканчиваться, наверное. Так, и здесь мы сделаем, наверное, такую же систему пока что. Стальной слиток нужен, да? Да, так, здесь мы проводим сначала вот сюда. Это мы проводим вот сюда. Всё, на литейной у нас сейчас будет оставаться стальной слиток. Значит, мы сюда также закидываем уголь, который остался. И отсюда мы также делаем ещё один конструктор. Вот конструктор нужен нам, конструктор. И мы его делаем вот так. Нет, подожди, надо ровно поставить его. Так, ещё раз конструктор мы делаем. Ну-ка, вот так. Всё, соединяем это сюда. Да, и здесь на конструкторе мы выбираем стальную трубу. То есть там у нас стальная балка производится, здесь у нас будет производиться стальная труба. Всё, нет питания, сейчас запитаем. Сейчас снова поставим ещё здесь платформу, соответственно, вот такую. Ну красотища, ребят, вы просто посмотрите, а. Ну просто красотища. Так, и получается теперь... Так, надо ещё один контейнер поставить. Контейнер, контейнер, контейнер. Мы ставим вот здесь, вот. Соединяем это также вот так вот. Ну и пожалуйста. А, ну сейчас надо только соединить. Я вот единственное, на что надеюсь, что хватит сейчас электричества просто здесь. Потому что непонятно, сколько это всё жрёт. Но как будто не хватит. Раз, и... Два. Подожди, нет, не так сделал. Проводало. Вот этот провод надо вот так вот. От этого провода мы протягиваем сюда, сюда и сюда. Так, ну вроде выдерживают всё, да? Это вообще какая привёртка. Ну вроде да. Вроде работают, слушай, вообще хорошо. То есть смотрите, здесь у нас опять же идёт добыча стального... О нет, вот здесь стальной слиток, да. Здесь у нас стальная труба. Здесь у нас с вами тоже стальной слиток. И здесь у нас производится стальная балка. Всё, отлично. Всё автоматизировано, всё работает. Это вот прям самое главное. Я в шоке, я в шоке. Реально. Вообще, по идее, здесь надо ставить ассемблер, чтобы добывать уже ресурсы, которые вместе. Ну то есть, где уже нужно два крафта получается, да. Но это надо больше рецепт. Этим тогда займёмся чуть позже. Пусть пока, наверное, работает пока что вот в таком... Наверное, да. Пусть пока работает в таком промежутке. Так, это мы сделали. Самое главное пока что на этот момент. Пусть это добывается и всё. Значит, дальше, что мы делаем, мы с вами должны сейчас заняться угольным производством. Вот это будет реально самое сложное. Но, я не знаю, получится или нет, но мне кажется, что нет. Осталось делать последние балки для того, чтобы запустить новую капсулу. И, по сути, у нас будет всё готово. Так, всё, у нас всё есть. Теперь мы делаем следующее. Мы закидываем это сюда. Мы закидываем это сюда. Всё. У нас, дамы и господа, всё готово, как обычно. Итак, теперь мы запускаем ракету, снова в космос, снова вперёд. И нам стала доступна логистика третьего уровня. Наша следующая наша цель... Ооо, вот следующая цель, это, конечно, сложные складские контейнеры и конвейерная лента третьего уровня однозначно решит ваш вопрос. Всё же скорость производства имеет решающее значение, так что заработаем. Так, смотри, нам стало доступно промышленный складской контейнер. Это то же самое контейнер, который у нас есть, только двух уровней. То есть, уже 48 мячей внутри него. Конвейерная лента третьего уровня перемещает до 270 единиц ресурсов в минуту. Конвейерный лифт третьего уровня и наращиваемая опора трубопровода. Ну, это кайф. Так, дальше, смотри. Кайф, кайф, кайф. Нам надо следующая наша цель, это продвинутое производство стали. Нам станет доступна паровая установка второго уровня, железобетонная балка, статор, мотор и автопроводка. Вот, кстати, автопроводка нам нужна как раз-таки до следующей фазы лифта. А, ну, в целом у нас всё это есть. По сути, нам вот это вообще пофигне сделать, вот это у нас есть, у нас это крафтится, у нас это есть. И вот мы сбегаем до базы, я уже уверен, что стальная труба там уже построена. Так что, по сути, всё будет готово. Но, у меня есть для тебя ещё кое-что, что я хочу тебе показать, поэтому поехали. Где ты тачку припарковал? А, во, я вижу. Садимся по коням и поехали. Так, мы едем сейчас, ребята, в новое место. Ну, для вас, кого-то это, возможно, будет новое место. Для многих из вас вы уже знаете про это место, ты, Андрей, не знаешь. Про это место я уже знаю, про это место, потому что я его немного облагородил, скажем так. Не знаю, первый раз слышу. Но, так или иначе, это будет интересно. Представляю твоему вниманию райское наслаждение. Ну, вот где-то. Наслаждение? Ну, подожди, наслаждение имел в виду. Ну, короче, выйди из тачки, смотри. Видишь? Как тебе? Красиво? А я разобьюсь? Не, в воду нет. В воду вообще не разобьешься. Но я машину должен туда спустить. Погоди. А ну-ка, управлять транспортом. Я на тачке так или иначе спущусь. Ты не хочешь со мной поехать, не? Я понял. Ладно, я на машине спущусь так или иначе вниз. Пока что... Пока что... Чего? Чего такое? Я под воду нырнул. Ну да, там можно, по-моему. Короче, я сейчас спущусь. Нельзя нырять под воду. Я сейчас вот так вот. Тут, конечно... Ну, я бы не сказал, что идеальная прям дорога создана для этого. Тут, конечно, проблематично такое, на самом деле, участок трассы. Но ничего, ребята, справимся с этим. Мне нравится, мне нравится. Хабанчика вот так вот просто скидываем. И о-о-о-о! Тихо-тихо-тихо. Ты видишь, где я спускаюсь или нет? На солнышке, на пляжике, в трусиках с Олежиком рядом. Смотри, где я спускаюсь. Ты тупой, Василий, я и воеваю. Смотри, направо. Видишь, где я спускаюсь всё это время? Да, вижу. Ты прошёл скилл-тест. Так, там реально настоящий скилл-тест. Так, давай, короче, тачку паркуем здесь. Смотри, что мне надо тебе показать. Погнали за мной. Найс, смотри. Здесь... Вы так достаточно. Почему написали про это место в комментариях? Потому что именно это место, оно слишком богато именно месторождением угля. Забираем сферу мёрсера. Забираем. Всё. Есть. В этом месте находятся сразу четыре месторождения угля. У нас есть тогда, в этот момент, только один, который находится очень далеко. Я здесь уже успел поставить брубыл устромки. Мольно тут уже. Смотри, раз, два, пошли за мной, три. Вот там, видишь, тоже третий брубал устромка стоит. Да. И вот четвёртый, я не знаю, что с ней делать. О, это кто? Смотри, другого цвета. Смотри, жёлтого цвета. На тебе. Победа. Легкотня вообще реально, а. Заберём на биологическую обработку. Вот, короче, здесь вот ещё четвёртый месторождение. Но вот я не знаю, что сделать с этим камнем. Я не знаю. Я, кстати, не пробовал его бензопилой снести. Может, получится? Не, ну бензопилой он не сносится. Может, ну, напишите в комментах, короче, что с ним надо делать. Так вот, значит, смотри. Что нам надо с тобой сделать? Мы с тобой сегодня... Я по-прежнему, ребят, я посмотрел гайд, как это делать. Но я реально, клянусь, я не понял, как это делать. Ну, честное слово вам говорю, я реально... Я реально, я реально, я не скрасывал, посмотрел. Я не понимаю, что конкретно нам здесь надо сделать. То есть, смотри, нам надо, чтобы уголь поступал сюда, то есть на конвейерных лентах. Потом он должен доходить сюда, то есть до воды. И, соответственно, здесь у нас должны стоять как угольные генераторы, так и... Что за человек такой? Купаться. Да я прям на дно провалился, тупица-то такая, а! Я всплыть не могу теперь! Как? Идиотина такая, я реально не могу всплыть. Ну, всё, угомонись. Всё, реально завидуешься. Я не буду больше никогда. Значит, смотри, что мы делаем. Давай фундамент для начала, наверное, здесь построим, да? Ну, это основа основ, как бы, без фундамента, это фундаментально... Фундамент это фундаментальная часть. Может, пока добыть биоксид вот этот или что-то такое? Так, а мы можем вообще на воде построить, погоди, или нет? Ааа, только, наверное... Боксид? Ну да, только, походу, погоди, только, наверное, такие, да, фундаменты мы можем строить, я правильно понимаю, да? Много области надо, вот примерно столько, наверное, да? Я не знаю, ребят, сколько я буду это строить, и опять же, ну, я не знаю, как это сделать прям до конца. У меня бетон закончился, надо возвращаться. Короче, у меня есть более идеальное предложение. Я это дострою, и дострою в этом ролике, но чуть попозже. Давай мы сейчас, знаешь что, нам просто, смотри. Нам что надо сделать? Нам сейчас с тобой, раз мы с тобой приехали сюда на тачке, то нам, так или иначе, надо с тобой хоть немного поисследовать вашей местность. Давай просто посмотрим, покатаемся, что у нас тут есть вблизи. У меня еще остались патроны, так что, в целом, нормально. Все, садись в трактор и поехали тогда домой. Иду, 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 и помогай, помогай. Давай кончи, убивай его. Ой, я промахнулся, отлично. Просто замечали. Он побольше, кстати, видишь, по размерам как будто своим, не, а? Потому что, в целом, если открыть карту, то здесь, ну, вот вы просто посмотрите, где мы находимся на этот момент. Ну, то есть, там еще карта впереди идет и идет. Я тебе про это и говорю постоянно. О, смотри, тропинка вверх какая-то. Справа, смотри, видишь, справа что? А на тачку заедешь, уверен? Ну, вот там огромная пещера какая-то с зеленым дымом. Мне кажется, ну, там мы просто точно не проедем. Ну, на всякий случай. Ты помнишь, да, что мы уже с тобой встречали? О, смотри. Давим, 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 ребят, все, давай до свидания. А, ты решил повоевать с ними, да? Да, ты что, биологические эти? Протеин, да, согласен, согласен. А еще один, смотри. Это же билетики наши. Сейчас, по башке. Все, а, не умер, прикинь. Сейчас, что до магазина. Все, вот, кстати, правильно сейчас, реально. Все, у нас будет протеин и будет вообще все кайф. Олег, для тебя протеин? Подожди, это... О, Катерина и Руда нужна, кстати. Вот добываем. Нельзя ее упускать, потому что еще не одного. Покажи мне, для тебя протеин будет доступен в любую секунду. Для врага вообще, что ли? Садись, давай, поехали. Давай, догоняй меня, давай. Давай. На всякий случай, если вы помните, да, мы встречали уже огромного гигантского паука. Уже была такая встреча. На всякий случай у нас уже есть пистолет, так сказать, да, поэтому все. Да, такой у меня разрез. Ну, у меня... А, стой, дожди, дай я тебе дам. Подожди, стоп, у меня есть, погоди. Да, потому что я тебе все болты отдал. Вот, держи, 30 штук дал. Ну, половина получается. Половина у тебя, половина у меня. Это корабль. Да. Вообще непонятно. Ух, капец! Он огромный! Он гигантский! Он огромный, тишь! А, оборачивайся! Стреляй по нему! Он сверху! Он огромный! Помогай, стреляй, помогай, стреляй. Я сбежал пока, подожди. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Болиен удовольствия. Один он! Где 2-го увидел-то? Да, один. Ты с бревном перепутал, походу. А чё он такой огромный? Ай! Да он умрёт! Он не умирает! Он просто не умирает! Ай! Меня что-то ещё бьёт! О, всё, убили! Чё с нему выпало? Четыре остатка плевателя, и всё, реально. Так, вот тут ещё вот такой моментик, смотри. За нами полетят, нет? О, издалека просто ломать, стряпи, потому что там пчёлки эти будут вылетать. Ну нафиг, реально. Ох, они вылетели, всё, уходи, беги. Сейчас они сюда полетят, да? Сразу вот по тому, по крайнему, тоже стреляй. Вот так вот, всё, сломали. Тихо, 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 аккуратно. Ой-ой, блядь! Я тебя предупреждал сразу. Тихо. Ну они больно бьют, да. Так, ладно, вот этот мы тоже соберём. Вот этот энергий, жёлтый энергий, стрелитель тоже очень важен. Не знаю, ребят, как будто бы есть такое ощущение, есть такое ощущение, что мы ещё реально не готовы к этим биомам. Вот прям вообще никак. Потому что мы только сюда заехали, у нас уже нету ХП, у нас уже вообще нет ничего. Нас чуть не убили буквально за секунду, но это реально жёстко. Кроме копилочки ничего больше не знаю. И вот суть по карте, мы вообще находимся здесь. Почему здесь у нас, как мы вообще сюда попали, если интересно. Ну ладно, садись. Сейчас прокатимся немного и посмотрим, что ещё тут интересного есть. Ты это видишь? Там останки корабля. О, это другой какой-то тоже огромный. Не-не-не-не-не-не, ну его нафиг. Почему? Ну там, иди капрой, капан огромный тоже, смотри, давил. Задавили, отлично, отлично, задавили. В целом, да, неплохо, кстати. А он камнями, чё? Не, мы не готовы к этому. Это какой-то с жёлтым животиком. Да-да-да, не-не-не-не, короче, ну нафиг, это би он. Не знаю, куда мы приехали, но тут очень страшное место. Поэтому туда мы не поехали. Смотри, куда мы можем проехать, видишь? Поехали туда. Вау, как здесь красиво. Так, там ещё один заспавнился, слышишь? И он, кстати, он уже не красным стреляет, он стреляет синим. Ты видишь тоже, что я вижу я, да? Ну зачем ты его загорел? Нормально, победим, Олег. У нас хп нету вообще никакого. И он, видишь, чем он стреляет? Я тебе... Это чего? Богатое месторождение кварц. Мы нашли богатое. Ой, я убил. Так, быстро. Я забрал. Ну зачем? Смотри, смотри, что здесь есть. Видишь? Я, блядь, себе речку собираю, это в оружие. Богатое месторождение кварца, прикинь. А дай мне там мясо что-то забрал. Держи, держи. А у меня его... Да я потом скину, всё это сделаем нормально. Я говорю, если бы хочу на тачку накопить, на тележку, блядь. Ты мне берёшься? Те так сильно... А зачем тебе для тележки это? Тащу тележку, блядь, снова себе вернуть. В смысле, ты можешь в любой момент создать. Тупой человек. Олег, помогай. Где? Вижу, убил. Всё, ай, отлично, молодцы. Просто разобрали со всеми. Разработали ему так сказать. Вот здесь ещё вот это надо собрать. Смотри, Катерина, руда тоже. Не, ребят, мне страшно просто представить, что нас ждёт впереди. Не, ребят, ещё работа сегодня, конечно, непочатый крыль, как говорится. Это сильно реально. И дальше. Дальше вот так. Дальше вот так. Смотри. Такое-то странное место, на самом деле. Железная руда. Ну, железная руда не надо. У нас её очень много и так вполне. Слушай, я правильно понял? Подожди, это что такое? А, ну это уголь. Уголь есть тоже уже. Давай мухомор. Подожди, ты где? Я вообще не понимаю. Ты съел мухомор? Нет, не ел. Я зарезаю на большой чёрный камень. Это что такое? А, ну это древесина. Так, а здесь получается вот такой мы прыжок делаем. Слушай, интересно, куда поднимемся. Сейчас самое главное не упасть, потому что, ну, тут если падать, то всё. Падать очень высоко. И очень больно. И куда дальше? Давай, смотри, может не надо? А подожди, а дальше куда? Слушай, мухомор. Не, вообще почему так... А, вот сюда. А, ну я в целом понял, куда ведёт эта тропинка. Смотри. Как раз таки. И всё? Ну, как я понимаю, вот я добрался до него. Всё, фиолетовый. Ну, мы ни разу ещё вроде не находили фиолетового энергослизня. Да, всё, я его забрал. Всё, вот теперь у меня есть. Круто. Потому что у нас, по сути, сейчас будут готовы все ресурсы для изучения новой капсулы. Так что погнали. По дороге к дому мы должны обязательно сейчас добраться, значит, до этого места, да, на нашей второй станции. Заехать сюда и забрать всё то, что успело, соответственно. Всё отлично. Всё работает в штатном порядке, вообще ничего не наблюдается, никаких задержек. Всё, а теперь мы едем на станцию, запустим сейчас ещё одну капсулу. О, как раз, как ты там говорил, ты сделал, ты просто с лёгкой слетел, да? Да, я просто подъехал, да, и просто сделал трамплин. Ненормально, да, получается, было? Ну да, классно получилось. Никакого дамага не нанеслось, да? Ну, в целом, как будто, да, на самом деле? Ну да. Нормально. В целом норм. В целом отлично. О, кстати, смотри, заехал даже, а? Всё, бросаем здесь, да, получается. Значит, погнали. А что мы сейчас делаем? Ну, кстати, смотри, для второй фазы вообще немного обшивки осталось делать. То есть тут надо просто... Ну, какой-то идиот. Ну, всё, угомонись, реально, а? Так, нам надо сделать вот продвинутое производство стали. Выбираем цель. Нам, получается, надо сделать то обшивки у нас есть. Это у нас есть, сейчас ещё сделаем. Это у нас что? Это ротор. Ротор надо 200 штук тоже сейчас сделаем. И цемент надо. Короче, сейчас мы всё подготовим, ребята, выполним эту цель. И запустим ещё одну капсулу. Так, ну всё, значит, закидываем цемент. Закидываем вот это, модульный каркас. Соответственно, сюда мы его кидаем. И закидываем ротор тоже сюда. Всё, готово. Соответственно, мы запускаем капсулу. Всё, капсула полетела. Ты что, запустил? Я хотел полететь ещё раз, блядь. Нормально. Так, и нам, получается, останется лишь только изучить вот это. А мы, кстати... Нам, блядь, нам стало доступно? Да, нам вот это стало доступно. Ну-ка, интересно, как это вообще делается. Железнобетонная палка. Вот. Вот это уже будет сложнее делать. Сколько это надо, получается? Погоди, нам делать железнобетон. Сколько их нам надо для следующей цели? Нам надо их... А, ну не, нормально. На самом деле, не сложно. Вообще прям хорошо. И надо ещё будет гибертрубы тоже изучить. Но здесь тоже, здесь тоже в целом не сложно. Да, ребят, если вы думали, что это всё, то вы не верите в Олегу Кофе. Вы не знаете, кто я такой. Стори, что без вебки просто уже 4 ночи. И до 4 ночи я строил то, что хочу вам показать. Я, как настоящий заводчанин, отработал полноценную смену сегодня. Ну, как мне лично кажется, за это однозначно нужно поставить лайк. Значит, смотрите. Давайте я быстренько проведу вам экскурсию. Значит, пока вот этот оболт успит, Олег Кофе делает за него всю работу. У меня двойная смена вот как раз из этого человека. Всё своими руками приходится делать. И в одного. Ну, конечно. А как вы... Я только... Я вам отвечаю. Я только отпускал эту машину. И он реально... Он был без неё. И он реально... Это что? Это маршрутка какая-то? Или что? Я не пойму. Ну, ладно. Давайте, значит, по порядку. Что у нас произошло за вот эти 3 часа, которые я играл. Опять же, сори, ребят, что без вебки. Но просто уже время 4 утра. Я уже реально схожу с ума. Мой мозг уже настолько сильно расплавился, что я уже просто не вывожу. Итак, значит, смотрите. У нас угольная поставка постоянно производится. Соответственно, раз в какое-то время, значит, машина отправляется на ту погрузочную станцию, которая у нас находится там, там, где у нас добывается уголь. И привозит уголь сюда. Соответственно, здесь у нас происходит разгрузка. И благодаря этой разгрузке у нас всё потом поступает вот по вот этим конвейерам в сторону нашей второй станции, которая находится вот за этой горой. Это было очень сложно провести всю вот эту вот линию, потому что она очень длинная конвейерная, да. Плюс, заметьте, обратите внимание, это конвейерная лента второго уровня. Ну, не хухры-мухры. Однако, я на самом деле каких-то больших изменений не вижу. Как по мне, скорость вообще почему-то не изменилась. Но у меня есть одно предположение, почему так. Потому что, скорее всего, пропускная способность вот этой грузовой станции не такая, как скорость этой ленты. Именно поэтому она такая медленно. Ну, так вот, погнали дальше. И я вам сейчас всё покажу. Вся вот эта конвейерная лента, значит, опять же, напоминаю, она протянута вот оттуда и идёт сразу сюда. Здесь я поставил наши новые контейнера. Значит, они вот такие двухуровневые. И сюда к нам поступает, соответственно, уголь. Ну, угля, конечно, не так уж и много, но так или иначе. Я просто, когда их ставил, я думал, будет намного больше угля. Но, смотрите, что происходит дальше. Значит, дальше по конвейерной ленте, значит, наш уголь поступает прямо сюда. Я до этого просто переносил уголь и складывал их сюда в контейнер. Но теперь он поступает сюда автоматически. Значит, у нас вот такая вот двухуровневая площадка. Я поставил впервые вот эту штуку. Очень классная тема, на самом деле, да? То есть, сюда у нас поступает уголь. И уже из контейнера с углём совместно с железной рудой всё поступает в литейную. Где у нас, собственно говоря, производятся стальные сливки. Значит, вот такой вот интересный процесс. Здесь у нас это сразу всё в конструктор. И, соответственно, здесь у нас вот идёт фарм, получается, стальных баллов. Это раз. Во-вторых, здесь примерно такая же система. Но здесь у нас, соответственно, уже вот... Забыл, как это называется. Это у нас стальные трубы. Значит, вот такой у нас процесс. Единственное, с чем я не успел разобраться за всё это время, это вот эти две бровые установки, которые просто на данный момент просто стоят. Но я обязательно найду им применение. Это прям 100%. Просто надо до этого дойти. Ну, я опять же говорю, ребята, ну мозг уже просто реально не вывозит. Голова плавится настолько. Значит, с этой станции мы разобрались. А теперь погнали к вишенке на торте. То, что я вам хочу показать. Я смотрел все гайды. Я вроде разобрался в системе. И вроде бы сделал всё правильно. Ну что ж, представляя вашему вниманию наш маленький заводик. Ну, как бы... Он как бы не маленький, но и как бы маленький, понимаете, да? По меркам того, что я видел в интернете. Ну вот, в общем, вот пока что так выглядит наша станция. Давайте спустимся вниз, и я вам всё более подробно покажу. Ну что ж, давайте обо всём по порядку. Значит, угольные генераторы и насосы мы оставим на потом. Давайте начнём с самого начала. Ну, во-первых, да. Мне пришлось срубить тут полностью лес. Как вы помните, даже в этой серии у нас здесь было много-много деревьев, много леса. Но это, к сожалению, всё пришлось срубить. Да. Значит, для производства всё во благо, так сказать, все прогресс. Значит, смотрите. Здесь у нас две бровые установки, которые добывают уголь. Значит, здесь у нас также конвейерная лента второго уровня. И самое главное, бровая установка у нас здесь тоже второго уровня. Значит, смотрите. Просто показываю. Вот, пожалуйста, бровая установка второго уровня. Добывает 120 единиц угля в минуту. Да, я пока не рисковал делать конвейерную ленту третьего уровня. Хотя, по сути, мы можем уже это сделать. Но просто как будто бы в этом пока нет смысла. Потому что у нас нету 270 единиц ресурсов в минуту. Да, у нас пока что лишь только 120. И как сделать 270, я вообще пока не понимаю. Возможно, это зависит от месторождения. Я пока ещё в этом не разбирался, но здесь, к сожалению, не богатое месторождение, здесь оно обычное. Собственно, здесь у нас две буровые установки, тоже второго уровня, и здесь ещё одна буровая установка, тоже второго уровня. И конвейерные ленты все тоже второго уровня. Вот именно так выглядит вся эта история. А по поводу этого камня я тоже загуглил, как оказалось, его нужно взорвать. Но у нас пока что нет взрывчатки, поэтому с этим пока что пришлось по времени. Ну что ж, давайте смотреть дальше. То есть у нас три конвейерные ленты, которые соединяются в один соединитель, и уже оттуда у нас отправляется весь уголь в наше угольное производство, в наши угольные генераторы. Здесь у нас, соответственно, сжигатели биомассы, которые заряжают всю вот эту станцию, в том числе и эти заводы. Я немного, конечно, не понимаю логики, чтобы получить энергию оттуда, нам надо сначала получить энергию отсюда. Вот я немного логики вот это не понимаю. Если мы всё равно оттуда тоже получаем энергию, то зачем нам здесь энергия? Ну как бы это как будто бы немного нелогично, но все делали... Но по гайдам, которые я посмотрел, все делали так, поэтому да. Также смотрите, чтобы у нас не останавливалось производство, чтобы у нас энергия добивалась как надо, я здесь поставил ещё контейнер. Заполнил полностью биотопливо, ну ладно, не полностью, ну как бы нормально, да, на первое время хватит. И, соответственно, здесь автоматически всё это поступает в наши генераторы, чтобы производство, как я уже сказал, ни на секунду не остановилось. Не, ну я реально смотрю этому чулу вообще прям по кайфу, да, вот так вот на возвышенностях просто стоять и вот просто представлять, как будто он катается. Я не знаю, что он делает, ну вот, серьезно, а? Самый забавный чел, которого я видел. Ну что ж, значит, здесь у нас по конвейерной ленте все переходит к угольным генераторам. Значит, смотрите, вот здесь, благодаря всем этим соединителям, всем разветвителям, значит, все у нас поступает как надо, значит, все. У нас постоянная подача угля производится в наши угольные генераторы. Здесь же у нас находятся насосы, которые выкачивают воду и по этим трубам заполняют воду также угольные генераторы. Значит, вот так вот работает эта схема. Я вроде бы сделал все правильно, главное, что все это работает. И пока что на первое время, я думаю, нам будет хватать четырех угольных генераторов. Если что, у нас есть тут на платформе потенциал, ну, развития нашей угольной производства, соответственно, энергии, да, и вот, собственно, сделать такие же заводы, но по правой уже стороне. Каждый из этих генераторов вырабатывает у нас 75 мегаватт, и получается 75 умножить на 4, это будет сколько? Правильно, ребят, я не посчитал, но я думаю, вы представили в своей голове, что это достаточно много, и это намного больше. И, опять же, говорю, у меня мозг уже просто не выводит. Это, опять же, намного больше, чем добыча энергии с сжигателей биомассы. И все это, и все то, что я вам показал ранее, я делал около трех часов, даже, возможно, больше. Да, я уже просто сбился со счета, но на это реально ушло очень много времени. На все это изучение, на все это понимание, но вроде бы все работает как надо. Только у меня все равно остался один вопрос. Я правильно понимаю то, что все эти генераторы, которые вырабатывают огромное количество энергии, мы можем также подсоединить к нашему столбу и протянуть, соответственно, к нашему месту проживания, и, соответственно, у нас будет больше энергии. Если я правильно сейчас все сказал и понял, то просто напишите в комментариях, что да. А если нет, то, ну, просто поправьте. Но я скажу так, не дай бог я сделал что-то не так. Вот просто не дай бог. Ребят, я это все перестраивать не буду. Вот будете сами заходить, а сами будете помогать, но потому что у меня уже реально нет на это сил. Да, еще, ребят, я понял одну главную вещь. Я-то думаю, блин, почему она не добывается? Значит, нам обшивку же надо с вами, да, тысячи единиц добыть. У нас вот сейчас на данный момент 779 единиц. И все это время, пока, когда, как, все, что я это строил, ничего не добывалось. А знаете почему? Потому что у нас закончилось здесь, да, как я понимаю, биотопливо. Да, конечно, биотопливо здесь не будет. Естественно, конечно, все закончилось. Я не знаю, это, это, ну, я не знаю, с какого момента вообще это все началось. Я просто думал, почему не наполняется, а? Я просто был настолько занят постройкой другими какими-то объектами, что вот даже на это не хватало времени проверить. Ну все, благо вот сейчас я заметил, а то, а то было бы не круто на самом деле. Но так или иначе, нам осталось 230 единиц обшивки, да, то есть, ну, в целом, как бы немного, да, следующей фазы. То есть, как бы, в целом, все в порядке. А вот этого оболтаса, ну, просто ему тройную смену надо прописать. Вот реально, вот за, 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 вот то, что я сделал, вот, я не знаю, это вот реально вещь в одиночку, это было реально очень сложно. Ну что ж, друзья, так или иначе, огромное спасибо за просмотр этого ролика. Сегодня реально ушло очень много времени, чтобы записать эту серию. И честно, я рад тому, что у нас получается. Я рад тому прогрессу, который, ну, я думаю, вы замечаете. То, что мы реально, возможно, становимся умнее. Как бы, я ни про что не говорю, но... Ладно, не мы, а, наверное, больше я. Я, как бы, за двоих говорить не буду, мне кажется. Но тут вообще все конкретно плохо, как в этой черепушке, да. В общем, ребят, огромное спасибо за просмотр этого ролика. Реально, серия получилась, ну, для вас, наверное, не такая долгая. А для меня она была прям очень-очень долгой. Так что я надеюсь на ваш лайк, на вашу поддержку, на ваш комментарий и на подписку на канал. Мне реально нравится игрушка, я прям конкретно на нее залип. Я думаю, вы сами прекрасно это видите по количеству выпускаемых роликов. И по сколько времени мы здесь проводим. Так что, ребята, вас однозначно лайк. Если хотите узнать, чем все это закончится, хотя и так, мне кажется, многие знают, то все равно просто напишите об этом в комментариях и просто поставьте лайк. По планам на следующую серию у нас, ну, понятное дело, изучение следующих вот этих уровней. Да, понятное дело, вот у нас тут электросеть какая-то, будут гипертрубы и, возможно, откроется следующая фаза. Будет интересно посмотреть, что это вообще такое. По планам на следующий ролик это изучение всех оставших целей на нашем уровне. И я думаю, что мы сможем завершить вторую фазу и отправить снова какие-то припасы в этот космический гирик. Ну что ж, друзья, на этом сегодня точно все. Огромное спасибо за просмотр. Всем до скорой встречи и всем пока-пока.